Коммунисты продолжают встречи с избирателями в регионах России. В ходе поездки по Крыму делегация КПРФ встретилась с жителями Севастополя. Выступая перед собравшимися, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин отметил, что главным смыслом программы КПРФ «10 шагов к власти народа» является защита человека труда. Везде есть проблемы, которые связаны именно с тем, что власть не слышит людей, мало того. Ещё и пытается, как она сделала эту государственную прежнюю созывы, всячески потакать элегантно. Говоря о проблемах агропромышленного комплекса, коммунисты рассказали о серьёзных трудностях, которые испытывает отрасль. Вдвое выросла цена на удобрения, подорожало топливо, но власть ничего не хочет делать для поддержки аграриев. В результате мы пришли в нищету, в бедность, в ужасающую ситуацию, в том числе в сельской местности, о которой мы с вами хорошо знаем. Я, по-моему, 10 регионов проехал за меньше, чем за месяц. И везде, знаете, абсолютная, тотальная разума. И если есть что-то ещё, что стоит, это то, что построено Советским Союзом. Павел Грудинин подчеркнул, что в народных предприятиях, таких как совхоз имени Ленина, комплексы Звениговский, Усольский и ряде других, ситуация отличается коренным образом. Это происходит благодаря социалистическим принципам хозяйствования. Деньги направляются на развитие, на повышение заработной платы. А у нас в наших хозяйствах средний доход работника простого безруководителя с уже 100 тысяч рублей. Мы направляем деньги на модернизацию производства. Мы ещё и поддерживаем социальную инфраструктуру. Помогаем пенсионерам, детям, поликлиникам. В общем, строим детские сады и школы. И всё это можно сделать. Выступающие отметили, что выход из социально-экономического кризиса есть. И пути выхода изложены в предвыборной программе Компартии. Пожалуйста, 19-го приходите. Каждый приводит 10 человек. Лучше 20, лучше 100. Мы не дадим им украсть ваши голоса. В Советском Союзе были принципы, которые были для людей. А теперь принципы для узкой группы олигархов. Ну, понятно, что они очень сильно боятся предъявлять власть. Наша с нами задача – сделать так, чтобы власть стала народной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова